Операторы, предоставляющие спутниковое телевидение и интернет, электронные медиа, применяющие самые современные виды связи. Каждый яркий стенд – это своеобразное окно в будущее, благодаря которому посетители выставки CSTB могут познакомиться с перспективами развития телекоммуникаций. Ключевое ежегодное событие отечественного рынка в сфере телевидения и телекоммуникации проходит в Крокус Экспо. В рамках выставки CSTB – телеком «Эндмедиа-2017» более 400 компаний из 29 стран мира представили свои разработки в отрасли, использующей современные технологии. Присоединилась к мероприятию и компания, базирующаяся на территории города Щелково – «Газпром Космические системы». Вот уже скоро, как четверть века «Газпром Космические системы» работает на рынке спутниковой связи. Компания накопила громадный опыт, эксплуатируя орбитальную группировку спутников «Ямал» и оказывая на их базе разнообразные услуги. Сейчас на геостационарной орбите Земли трудятся четыре спутника, принадлежащие компании. Эти космические аппараты охватывают всю территорию России, Европу, Африку, Ближний Восток и Юго-Восточную Азию. Транслируется более 250 телеканалов, предоставляются спутниковые каналы связи и широкополосный доступ в интернет. Услугами системы пользуются клиенты из более чем 100 стран мира. Несмотря на все сложности, прошлый год закончился для нас успешно, благополучно. Мы показали очередной раз рост доходов. У нас расширилась клиентская база, в том числе и за рубежом. 35% дохода наша компания получила с международного рынка. Так что и в этом году к выставке форума CSTB компания «Газпром Космические системы» подошла с хорошими перспективами по развитию бизнеса. В этот раз основной акцент предприятий сделала на достаточно новой для отечественного рынка услуге – спутниковом интернете. Начиная с 2013 года «Газпром Космические системы» обеспечил доступ в мировую сеть 36 вахтовых поселков, расположенных в самых отдаленных уголках России. В 2015-м компания пошла дальше, начав предоставлять услугу индивидуальным пользователям. Сначала ориентировались на рынок физлиц. Антенны появлялись на участках в дачных поселках и загородных домах. Ну а теперь услугой может воспользоваться и малый бизнес. После установки вот такой компактной антенны интернет появится в любой точке покрытия спутников. Основной фокус сейчас мы делаем на небольшие юридические лица, которые покупают у нас услугу для своих целей, для целей бизнеса. Они подключают автоматизированные рабочие места, подключают кассовые аппараты для оказания услуг акваринга, то есть оплата через карточку для различных машин решений, для мониторинга, безопасности, видеонаблюдения. После установки оборудования процесс подключения и оплаты услуги полностью автоматизирован. Любые манипуляции можно выполнить элементарно через сайт компании и интернет-банк. Сейчас связь поддерживается благодаря двум спутникам – Ямал-401 и 402. Однако в перспективе на орбиту должен выйти новый аппарат. В течение двух лет Ямал-601 должен заменить один из первых спутников компании. Он также откроет новые возможности по развитию спутникового телевидения. Стараемся обеспечить своевременную замену спутников на современные, чтобы люди, которые ушли в телевизионный бизнес, работают в этой медийной среде, чувствовали, что их проекты поддерживаются, продолжаются. Телекоммуникационный центр компании расположен в Щелковском районе. Именно отсюда осуществляется управление работой спутников на орбите. В дальнейшем «Газпромкосмические системы» планируют шагнуть за рамки операторского бизнеса и открыть собственное производство спутниковых аппаратов. Сейчас ведется работа над проектированием будущего производственного комплекса. Александра Гранич, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова